Приветики! На связи Чайная Мастерская и мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы о самом популярном китайском чае. Кстати, пишите в комментариях свои вопросы для обсуждения. Собственно, название вы видели, тайм-коды у вас есть, так что без лишней лирики поставим чайник, поставим лайк, подпишемся на канал, активируем чакру Моландхара, активируем уведомления о новых роликах и приступим к обсуждению вопросов. Чайная мастерская, лучший китайский чай, лучший китайский чай, чайная мастерская. Ох, люблю этих ребят. Собственно, пуэрные головы также известны как пуэрные бошки, а.к. драконьи головы, а.к. чатау. Если у вас выдержанная версия, то они еще могут называться лао, чатау, что буквально означает старые чайные головы. Сейчас произнес это название вслух, и как будто первый раз так странно звучит старая чайная голова. Интересно, что выдаст мне Джорни по этому запросу. Ол Тихэт. Ладно, некоторые вещи лучше не видеть. Вернемся к чату. По своей сути, это такая особая фракция шу-пуэра, которая образуется в процессе влажного скирдования. На китайский манер этот производственный этап называется водуй. Это когда берется собранный сырой чайный лист, сгребается в такие многотонные кучи, увлажняется и дозревает. Так вот, внутри такой кучи очень тепло, за счет чего и происходит прение. А на внешней части образуется своеобразная корочка из чайных почек, которая из-за выделяемого ими сока и эфирного масла буквально склеиваются между собой. Эту корочку потом дробят вилами и чай перемешивают, чтобы он дозревал равномерно. А на финальном этапе, когда уже отсеивают сырье, заодно отсеивают и пуэрные головы. Забавный факт, раньше к ним относились как к отходу производства, но китайцы смышленый народ, так что в конце 90-х, начале нулевых, их начали продавать. Я, кстати, не знаю, почему их изначально отсеивали, могу только предположить, что для китайцев крайне важен внешний вид чайного листа, это особая эстетика, а чат-оу по этим критериям не проходили. Но это мои домыслы. По факту мы имеем, что слипшиеся чайные почки, то есть сырье слиплось вполне достойно. Они по плотности бывают разные, бывают прям крепыши, которые нужно разваривать, а бывают помягче, которые при известном усилии можно даже руками раздавить. Бывают большие, бывают поменьше. В общем-то бошки по вкусу бывают такими же разнообразными, как и весь остальной шу-пуэр. Тут роль играет исходное сырье, включая сортность и регион произрастания. Нынешний рынок может предложить нам даже прессованные пуэрные бошки. У нас есть такая полукилограммовая дура, очень, кстати, вкусный шу, мягкий и сливочный. Бошки классно раскрываются при варке, но проливать их тоже можно. Я бы только рекомендовал чуть дольше подержать технический промывочный пролив, чтобы подготовить их к завариванию. Залейте их кипятком, подержите секунд так 30, слейте все это в чабань и далее уже заваривайте проливом. Кстати, отец-основатель чайной мастерской Сергей Сергеевич очень любит дома заваривать именно рассыпные шу-пуэр. В частности, любит чатол. Не призываю вас быть, как Сергеевич, но пуэрные бошки для разнообразия рекомендую попробовать. Слушайте, ну это настолько разжеванный, обкашленный и раскрытый вопросик, что я до последнего не хотел его вставлять в отдельное видео. Я уже посторонично высказываюсь о нем в формате чайного бро, но тут недавно произошла ситуация, которая склонила чашу весов в сторону к очередному развеиванию этого мифа. Буквально пару месяцев назад мы только-только переехали в новое помещение в Москве. Я приглашаю управляющего помещением на чай. Сидим, чиферим, общаемся, налаживаем партнерские отношения. Человек взрослый, бывший военный, в начале нулевых ушел в бизнес, и вот один кон возили они со знакомой китайский чай для всяких хориков. Фиксирую ваше внимание, человек буквально занимался китайским чаем. Мы завариваем шу-пуэр, я пару слов говорю о шухе, на что он на голубом глазу заявляет, дескать, да-да, слышал, его еще в земле хранят. Я, конечно, виду не подал, но про себя подумал, насколько же живучи некоторые мифы и предрассудки. Ребята, заявляю во все услышания, шу-пуэры не хранят в земле, во всей его производственной цепочке нет такого этапа. Вот у вас чай-сырец, вот у вас влажное скирдование, вот у вас финальная сушка. Никакой земли. Мне даже не хочется фантазировать, откуда пошел этот миф. Но, скорее всего, из-за присутствия в эргонолептической картине некоторых шу-пуэров нот влажного леса, древесной горы и минеральной почвы. Но это никак не связано с пребыванием чайного листа в земле. Мне так нравится эта постановка вопроса, вот чувствуется в ней такое родное, русское, великое. Смотрит человек на Сяо Точу или Сяо Фан Ча и думает, ну на что похоже, на таблетку или пилюлю. Правда, про пуэр в пилюлях я еще ни разу не слышал, но чем черт не шутит. С другой стороны, чем чай не лекарство? Не зря же китайцы говорят, что каждая выпитая чашка чая разоряет аптекаря. Так что можно сказать, что сквозь призму русского языка подметил наш человек целебную силу пуэрного настоя. Стало интересно, что нейросетка изобразит по запросу пуэрной таблетки. В целом получилось довольно близко к реальности. Но давайте перейдем к сути вопроса. Под пуэром в таблетках чаще всего понимают маленькие плиточки, кубики или гнезда пуэра, спрессованные по 7-8 грамм. Это удобный походно-прикладной формат. Такую мини-точу можно закинуть в обычную офисную кружку, залить кипятком и выпить, получив впрызг бодрости, тонуса и хорошего настроения. Большая часть подобных таблеток на масс-маркете крайне низкого качества, которые я бы точно не стал сейчас пить, хотя когда-то мы все с них начинали. Берите чай у проверенных продавцов, чьей экспертности уверены и чей образ вызывает доверие. Ни на что не намекаю, но в чайной мастерской есть отдельный раздел с такими таблетками радости и энергии. Но с прелюзией окончено. Возвращаемся к сути вопроса. Заварить пуэр в таблетке можно двумя способами. Можно проливом, а можно настаиванием. Про грамотное заваривание пуэра проливом у меня есть отдельное пошаговое руководство. Посмотрите по всплывашке. А сейчас обсудим домашний формат. Разворачиваем мини-точу, кладем на ложку, обдаем кипятком, чтобы смыть пыль и мелкую фракцию. Закидываем в чашку, заливаем крутым кипятком, накрываем сверху блюдечком, ждем 8 минут и начинаем неспешно попивать, чтобы не обжечь губы. Если дойдя до середины кружки чувствуете, что чай уже какой-то остывший, то смело доливайте кипяток. Я в домашнем формате так делаю до двух раз. Далее чай становится уже чересчур водянистый и пить его бессмысленно. К слову, поэтому и пиалы такие маленькие в классической чайной церемонии, чтобы чайный настой был всегда оптимальной температурой. Мы всегда пьем горячий напиток и он просто не успевает остывать. Вот такое трио пуэрных вопросов. Если хотите попробовать настоящий пуэр, обязательно сходите к нам на сайт tworkshop.ru. Также пишите интересующие вас вопросы в комментариях, чтобы мы могли ответить на них в следующих видео. Подписывайтесь на нас везде, где вам будет удобно, ведь чайная мастерская за омниканальность. Поддержите лайком и подпиской и заварите чаю. До встречи в эфире. Оставайтесь на чайной волне.